привет друзья по вашим просьбам продолжая с вами делиться всякими армейскими военными секретами и хитростями и сегодня мы с вами рассмотрим такую на мой взгляд интересную тему как определить расстояние на местности до любых объектов без измерительных приборов то есть использовать мы будем только наши с вами глаза руки и голову разумеется методики которые мы с вами рассмотрим в этих материалах применяются как спецгруппами для оперативного представления примерного расстояния до тех или иных наблюдаемых объектов без применения каких-либо контрольные измерительных или оптических приборов так в принципе применяются и охотниками в большинстве своем да и просто туристами подобные навыки могут очень пригодится туристам для прикидки расстояние на местности я обязательно охотникам до оценки дистанции до цели ребят ну вы знаете я сторонник комплексного подхода поэтому сегодня мы с вами не ограничимся одним лишь методом большого пальца о котором я вам обязательно расскажу чуть позже но прежде всего хотел бы вам объяснить как оценивать и определять расстояние на местности в считанные секунды используя только лишь наши с вами глаза без применения каких-либо сложных математических формул угловых величин тысячных и так далее ну и как обычно в начале обязательно теория потому что без теоретической базы переходить к практике не имеет никакого смысла вообще запомнить такой момент наши с вами глаза являются довольно точным измерительным инструментом например те же таежные избы промысловики как правило строит что называется на глаз однако при этом геометрии избы подгонка бревен кровля зачастую ничем не уступают такому же строительству с применением уровней чалок и отвесов природа наделила нас с вами друзья прекрасным глазомером однако для выработки этого самого хорошего глазомера потребуется тренировки и практика все что нам нужно это упражняться в определении расстояние на местности то есть почаще вот эта птичка здесь она где-то вот вот на этой елке сидит прям рядом со мной и со мной она же и общается вот тут причем ну конечно не со мной вот там где-то ей отвечает точно такая же птичка но эта красота ребят этот конец весны это уже начало лета это вот такая природа воздух свежайший все вот она вот этот праздник прекрасная погода ну ладно пообщались и достаточно так вот надо почаще стараться упражняться именно в определении расстояний на местности например измерять на глаз крутизну склонов скорости и ширину течения рек и расстояние до каких-либо объектов также обязательно иметь представление о индивидуальных особенностях строения своего тела знать свой рост длину своего шага длину вытянутой руки и длину большого пальца который мы позже с вами будем использовать в качестве визира для примерной прикидки расстояния на глаз необходимо запомнить эталоны длин разных объектов и далее как бы образно прокладывать отрезки этими эталонами до какого-либо объекта на местности определяя до него расстояние то есть проще говоря вы должны визуально запомнить эти эталоны и знать их длину например взяв в качестве талона отдельно стоящую взрослую ель или сосну высота который примерно равна 20 25 метров и далее в уме этим самым эталоном то есть елью или сосной откладывать отрезки до нужного вам объекта ель друзья я привел лишь в качестве примера потому что все мы с вами разные и для кого-то эталоном может служить вообще все что угодно например я вот помню у нас ребята на курсе но те кто городские подставляли в качестве талона на небольших дистанциях многоэтажный 17-этажный дом который высоту примерно метров 50 и далее в качестве талона используя тот самый дом отмеряли им образно отрезки до нужного объекта а вот деревенские парни наоборот в качестве талона использовали например длину своего участка на котором стоит их дом изба которые они эту длину они визуально знают самого детства по сути эталонами может служить вообще любое хорошо отложившиеся у вас в памяти расстояние то есть понимаете да в качестве талона совершенно не обязательно должен быть какой-то конкретный объект но при этом очень важно чтобы у вас было хорошо развита зрительная память существует масса упражнений для тренировки зрительной памяти чуть позже я вам объясню я обучу принципам таких тренировок так чтобы зрительную память у вас была доведена до автоматизма вот те кто меня давно смотрят ребят особенно мои охотничьи фильмы наверное не раз замечали что я частенько находясь на охоте говорю ну вот там утки сидят 150 метров или там пролетели в недосягаемости 180 200 метров или допустим рябчик подошел или подлетел на 15 метров так вот друзья я подставляю некие свои талоны хотя честно говоря вот наверно с годами они мне уже в принципе вообще не нужны просчет происходит то есть моментально в считанные секунды это как-то на автомате я даже об этом никогда не задумываюсь вот ребят сейчас в качестве примера мы выйдем с вами на опушку леса вот к этим полям кстати наверно тут будут пшеницу сеять у нас вот я в этой локации не часто бываю ну тут даже понятно вот мы вышли ну давайте вот здесь вот такая вот капля как бы вот это поле так загибается ну вот до той лесопосадки примерно метров сто будет по моим прикидкам я вот взял с собой дальномер лазерный специально чтобы вот наглядно вам показать а то откуда до скажете 100 метров ну конечно а тут мы сейчас с вами все это дело быстренько и проверим я сейчас вот так я сейчас настрою во-первых резкость есть я сейчас попробую объектив он же сам не пишет я попробую объектив камеры туда поставить чтобы было видно вот наводим на эти деревья конечно трясется сколько там 109 и 6 до 111 ну видно да в принципе все там вам видно вот это лесополоса ну вот как я и говорил примерно 100 метров то есть вот этого достаточно ну давайте ну вот туда вот да вот уже до вот той вот дальней полосы ну там уже примерно километр может быть давай километр пол километра где-то метров 500 может быть чуть побольше будет вот там вот я вижу такие вот солнце сосны выделяются среди лиственных деревьев давайте вот на эти сосны попробуем навестись опять же сейчас я поймаю вот этот объектив вот вот там эти сосны сейчас вот вот так вот где-то до вот так вот прям на эти сосны 498 ну прям вообще ребят прям тютелька в тютельку практически ну здесь ребята эти дистанции мне в принципе понятны 100 500 метров ну вот давайте вот вот это вот посадочка такая да ну сколько тут вот по тем допустим крайне ну метров 200 до них давайте проверим так сейчас опять поймаю вот это все хозяйство вот так вот так 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 стоп 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 204 вообще вот я говорю погрешно даже практически без погрешности ну вот в принципе это у меня опыт просто есть поэтому практически без погрешности дальномер как бы ну тут у него тоже наверное есть какие погрешность небольшая ну в целом мы определили но давайте попробуем ох ты вот там вот вот далеко но там уже за километр наверно если не больше вот еле-еле там видно вот тот вот лес там наверное ну может больше километра ну там не знаю километр 100 может ровно километр он у меня кстати до километра определяет вот потому краю сейчас попробуем вот так вот где-нибудь поймает он вообще о километр 100 ну примерно километр 100 километр 78 до показывает я конечно все это дрожит 974 но вот я говорю что когда на километр до километра можно дальше это уже погрешность глазомера восприятия и поэтому там уже будет довольно большие погрешности вплоть до 50 процентов но вот в качестве моего эталона я вот например прекрасно знаю расстояние от своего дома до северной дороги северки как у нас ее называют то есть это расстояние настолько хорошо отложилось у меня с детства что да это вот такой мой как бы рабочий эталон вообще в идеале если вы запомните такие талоны длиной 50 100 200 и 500 метров таким образом подставляете самые талоны вы уже будете примерно понимать расстояние до того или иного объекта для этого важно иметь хорошо развитое пространственное восприятие ну или пространственное зрение назовем это так так вот как я говорил ранее существует методики для тренировки то есть некие упражнения для тренировки этого самого восприятия начинать следует с простого то есть выбираете какой-либо наименее удаленный от вас объект и на глаз прямо примерно пытаетесь определить расстояние до него ну вот и давайте прямо сейчас не откладывая в долгий ящик я вам покажу принцип такой тренировки переходим к практике в качестве первой тренировки вот там вот видите такой желтый столбик находится желтый аншлаг точнее вот давайте сейчас прямо до него промеряем шагами ну я предполагаю здесь ну не более 50 метров здесь метров 40 плюс минус там 45 не более 50 прямо берем и шагами начинаем мерить расстояние до этого столбика прям считаем шаги идем и считаем шаги значит шаг взрослого мужчины равен примерно одному метру но в зависимости конечно от того насколько у вас длинные ноги но у меня средний рост 1 метр поехали раз два три четыре пять шесть семь восемь девять 10 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять двадцать раз два три четыре пять шесть семь восемь девять тридцать раз два три четыре пять шесть семь восемь девять сорок раз два три четыре пять шесть 46 метров до этого столбика примерно ребята как я вам и сказал 40 45 метров вообще практически тютелька в тютельку но у меня опыт не забывайте в вашем случае совершенно не обязательно если вы сразу не угадали это расстояние важно то что вы это сделали именно с промером шагами ни в коем случае нельзя использовать какие-либо контрольные измерительные приборы там дальномеры и так далее важно что вы прошли это расстояние и она у вас уже отложилась в памяти это и есть тренировка пространственного восприятия вашего глазомера очень хорошо если это тренировки происходит вот на природе и вы взяли с собой ваших детей можно с ними даже сыграть в такую игру угадай дистанцию у детей особенно младшего возраста разум еще не зашорен вот всякими условностями и ограничениями и их восприятие намного более шире чем вот у нас у взрослых после того как вы довели до автоматизма определения небольших дистанций до 50 метров переходите к более дальним расстоянием 100 200 500 метров вы увидите эти тренировки будут отдаваться вам уже намного легче вы сами увидите насколько быстро и просто происходит определение таких дистанций используя ваши эталоны ну и через какое-то время у вас вот как и у меня это будет происходить на автомате то есть уже без надобности подставления визуально вот образно таких эталонов при этом очень важно чтобы такие тренировки проходили у вас не где-то постоянно в одной и той же местности а скажем очень хорошо если вы будете в различную погоду это делать менять сезоны то есть времена года не зацикливались на какой-то одной конкретной локации огромную положительную роль вносят занятия туризмом альпинизмом охотой и так далее вот таким образом через какое-то время вы очень хорошо разобьете свой глазомер и про вас уже может будет сказать вот у него точно глаз алмаз существует конечно и погрешность но вот у опытных людей у кого очень хорошо развит глазомер она будет составлять не более 10 процентов к слову сказать это справедливо для дистанции до 1 километра расстояние более километра уже будет эта погрешность около 50 процентов это связано с особенностью строения нашего зрения и обработки информации в зрительном центре головного мозга также не могу вам не рассказать о некоторых особенностях зрительного восприятия которые обязательно нужно всегда учитывать так на равнинах и водном пространстве расстояние кажется меньше чем они есть на самом деле лощины и овраги всегда уменьшают видимое расстояние более крупные и массивные объекты кажутся ближе мелких находящихся на одной линии с ними все объекты кажутся ближе во время тумана дождя и даже в пасмурную влажную погоду предметы с яркой окраской кажутся ближе при наблюдении снизу вверх расстояние кажутся ближе а при наблюдении сверху вниз больше любой яркий свет фонаря будет казаться ближе чем он есть на самом деле особенно это ощущается ночью это знают все ночные водители свет фар от встречной машины кажется ближе чем он есть на самом деле конечно еще многое зависит от личных психологических особенностях восприятия окружения каждого конкретного человека вот почему я говорил что всегда при тренировках нужно менять локацию желательно время года чтобы не зацикливаться вот на чем-то на какой-то одной конкретной местности таким образом через какое-то время вы сами для себя выявите вот эту именно вашу индивидуальную погрешность вот скажем у меня она всегда примерно особенно на чем дальше на дальних расстояниях примерно 15-20 метров причем я заметил всегда почему-то в минус это пожалуй все друзья что я хотел бы вам рассказать о определении расстояния с помощью вашего зрительного пространственного восприятия идем далее сейчас я вас обучу методу армейскому методу оценки расстояния с помощью вашего большого пальца который мы будем использовать в качестве визира данный метод потребует от нас уже небольших математических расчетов правда они до безобразия просты и в принципе с ними справится даже школьник теперь друзья обязательным условием для метода большого пальца будет являться знание высоты того объекта до которого мы должны определить расстояние ну и все до скажете ну вот приехали откуда же нам это узнать на где-то на местности не расстраивайтесь сразу существует усредненное значение большинства таких объектов находящихся в природе или в городской среде высота взрослых деревьев в лесу вот в наших средних широтах равна примерно ну 20-25 метров то есть елки сосны березы где-то примерно 25 метров столетние деревья могут конечно быть и выше около 30 метров но лесополоса она довольно однородно выглядит и можно запросто выбрать некое усредненное значение высоты деревьев 25 метров в городе высота стандартного 17 этажного дома равна примерно 50 метров это берется из расчета по 3 метра на один этаж здесь учитывается и перекрытие таким образом вы сможете примерно оценить высоту любого здания с любой этажностью высота стандартной деревенской избы вместе с крышей в среднем равна примерно 6 метрам высота стандартной опоры лэб высоковольтная линия 110 220 киловатт равна примерно 32-35 метров сельские электрические столбы длиной 5-7 метров но сейчас как правило применяются столбы 7 метров высота стандартной дальней сотовой вышки равна 70-72 метра но есть и небольшие районные по 30-35 метров также как и опоры лэб это кстати легко понять если вышка стоит где-то на фоне леса понимая что как я говорил ранее высота деревьев в среднем 20-25 метров ну и также пригодится стандартный средний рост взрослого человека который составляет примерно метр семьдесят пять для охотников при наблюдении за дичью необходимо изучить особенности зверя знать его высоту то есть рост например высота лося примерно метр двадцать от копыт до холки заяц где-то сантиметров тридцать то есть ноль три метра кабан около полуметра то есть 05 средняя собака в холке примерно 40-50 сантиметров то есть 0405 метров соответственно вообще конечно существуют методы и для определения высоты тех или иных объектов но это уже тема наверное для другого материала нам же с вами необходимо просто запомнить высоту высоты наиболее распространенных объектов то есть лес лесополоса дома в однопорной башни например опоры лэб рост человека и рост животных зверей кстати по мере развития вашего вот глазомера пространственного зрения вы сможете в будущем уже примерно прикидывать и высоту тех или иных объектов все наиболее распространенные усредненные значения высот я привожу в описании под этим фильмом таким образом зная высоту того или иного объекта на местности мы уже без труда сможем вычислить расстояние до него с помощью нашего с вами большого пальца для начала друзья устанавливаем необходимые нам с вами величины а именно длину нашего с вами большого пальца в среднем длина большого пальца взрослого мужчины составляет примерно 6 сантиметров я имею ввиду от подушечки до где-то вот этой вот костяшки давайте прямо этим штангеном неудобно то что я правый палец использую а шкала находится слева ну вот как-то вот так наверное да вот примерно чтобы вам было видно понятно вот отсюда до подушечки так смотрим показания его так чё у нас с фокусом о смотрите ровно 6 получилось ну там плюс-минус какие-то миг микрон и там это не важно 6 сантиметров значит ребят еще один такой нюанс вот визировать мы будем от ногтя да ну от подушечки до вот этой вот примерно костяшки вот здесь у меня линия проходит это как раз таки хороший такой маркер а вот тут вот посерединке у меня проходит ну природа так наградила вот такая вот линия которая разделяет палец ровно пополам что является 0,03 метра ну три сантиметра соответственно поэтому на замечайте на пальцы такие же линии отметки вот как у меня и фактически делайте из него линейку и так друзья установили наше с вами значение длины большого пальца вот покрышкой как у меня дед говорил в моем случае это 6 сантиметров в вашем случае это может быть совершенно любое другое значение это абсолютно не принципиально дальше вы поймете почему единственное давайте сразу с вами договоримся что все дальнейшие расчеты мы будем с вами ввести исключительно только в метрах поэтому переводим сантиметры в метры в одном метре 100 сантиметров что вполне логично таким образом длина нашего с вами большого пальца но в данном случае моего составляет 0,06 метров это еще не все дальше нам нужно будет установить значение длины вытянутой руки от глаз от глаз до большого пальца я вот специально подготовил даже рулетку чтобы это наглядно было понятно вытягиваем и примерно как бы глазам я вот так вот но я надеюсь там вам видно глазам вот так вот прислоняю чуть чуть поменьше ну где-то вот так вот да это выглядит не знаю там на камеру как вам вот так вот смотрим что у нас получилось 60 60 сантиметров вот четко видно 6 ну плюс-минус там эти сантиметры не играют роли 60 сантиметров это 0 6 метров это наша с вами постоянная величина 0 6 метров расстояние от большого пальца до ваших глаз запомнили эти два значения длина большого пальца и вытянутой руки зазубрили их так чтобы вас ночью разбудили и на зубок отскакивала ну что друзья вышел я в поля обдувает меня ветерок прекрасная погода стоит просто шикарно давайте переходим к практике визированию с помощью большого пальца вот та вот леса посадочка вот так как который кстати я уже определял на глаз расстояние вам показывал до нее сейчас мы еще раз определим то же самое расстояние но уже с помощью большого пальца на вытянутой руке смотрим ровно не под углом куда-то туда а именно ровно на эту посадку подставляем вот под краешек прямо деревьев наш с вами большой палец прекрасно повезло он у нас полностью перекрывает вот эти вот деревья ну усредненное значение я вам говорил это примерно 20 метров вот эти деревья 20 метров то есть у нас от вот этой костяшки да до края пальца он его полностью закрывает установили ребят то есть полностью большим пальцем закрыли вот те лиственные деревья зная высоту вот таких деревьев примерно как я вам говорил метров 20 зафиксировали это и для расчетов используем простейшую формулу давайте вам объясню итак ребят перед нами простейшая формула где h1 это высота объекта ну до которого мы меряем расстояния в данном случае это деревья те наши с вами 20 метров высотой ну среднее значение усредненное деленное на h2 это высота установлены уже по пальцу то есть палец у нас с вами деревья перекрыл это значит 0 , 0 6 метров и помноженное на 0 6 это вот то самое расстояние который мы мерили рулеткой от глаз до большого пальца на вытянутой руке вот постоянная эта величина ну и равно расстояние до объекта соответственно значит 21 h1 высота 1 это высота деревьев усредненное значение но в данном случае лиственные 20 какие-то может повыше там 25 хвойные делим по формуле на 0 , 0 6 это весь палец у нас занял соответственно его длина 0 , 0 6 метров равно вот это значение и помножаем на 0 , 6 длина на вытянутой руке от глаз до пальца то что мы по рулетке померили 200 метров все четко ребят теперь друзья задачка посложнее давайте также с помощью большого пальца мы уже опять же мерили измерим расстояние вот до того дальнего леса мы помним да что там она примерно пол километра там я не помню уже сколько там было ну даже побольше наверно 550 там где то вот так вот не помню по дальномеру перекрутите посмотрите давайте сейчас большим пальцем туда замере вот меряем по тем соснам чуть-чуть отводим прищуриваем левый глаз вот забыл вам сказать ну можно и двумя конечно но я прищуриваю прищуриваем левый глаз и вот опять же от костяшки до края тех деревьев получается половина пальца то есть 0,03 метра половина пальца видно да по линии вот то что я вам говорил замечайте такие маркеры природной линии на вашем пальце 0,03 значит высота тех сосен они такие старые ну 25 давайте 25 метров возьмем делим на 0,03 это было половина пальца который перекрыл эти сосны равно там что-то такое вот получается да и помножить на постоянную величину 0,6 равно 500 метров ребят я не помню честно там было по моему побольше но вот она наша с вами погрешность то есть моя погрешность вот этого пальца как раз те же примерно там 22 20 метров примерно в минус наверное там побольше 550 или даже больше 570 метров ну примерно мы оценили что там пол километра еще одна задача то же самое но уже вот с этими деревьями вот это ближнее помните когда я вам глазомером 100 метров до до них вот давайте сейчас с помощью большого пальца измерим и туда расстояние и так берем но не вот эти вот которые порежем поменьше а вот однородную примерно вот это вот лесополосу но лиственные деревья березы там осины ну примерно 20 метров они вот опять же а тут уже получается что у у нас большой палец нужно подставить h2 таких то есть да вот так вот да вот я сейчас подальше насколько это возможно потому что в камеру это конечно все особо не передается вот так вот вот так вот да и замеряем ну и вот так вот там получается то есть ну давайте огрубленно мы возьмем значит 0,06 помножить на 2 0,12 получается да давайте вот так вот и будет 0,12 ну понятно да примерно видно два пальца вот даже ровно так взять два пальца до 0,12 так ребят калькуль снова в дело ну можно это простой расчет там будет 100 понятно где-то плюс минус сейчас давайте ладно для примера опять же 20 это среднеусредненная высота лиственных деревьев делим на ноль сколько у нас там два пальца 12 да ну давайте ладно давайте там конечно может чуть-чуть какие-то вот эти погрешности ну давайте на 0,12 хорошо равно там что-то вот такое да там с кучей после запятой и помножить на постоянную величину 0,6 равно 100 метров пожалуйста если взять допустим вот 20 делить на 0,11 это если поточнее прямо примерится до пальцем то получится на 0,6 получится 0,9 то есть 110 метров это вот четко по дальномеру даже было видно то есть видите с какой точностью определяется довольно небольшие расстояния 200 100 метров и так далее вот после полукилометра и дальше там уже будет погрешность вот это я надеюсь вам понятно вот кстати вылезла да это наша с вами погрешность в десять процентов о которой я говорил но это же я говорю огрубленное вычисление но в принципе с довольно такой нормальной точностью именно так в армии происходит быстрое вычисление с помощью визирования большим пальцем для примерной прикидки расстояния на местности да там отдельно стоящей группы деревьев до опушки леса лесополосы там опоры лэб я не знаю в однопорных башен и так далее да существует и различные другие методы вычисления расстояния на местности с применением угловых величин тысячных и так далее но все эти способы довольно трудоемкие уже требует серьезных математических расчетов и отнимают большое количество времени под наши задачи применимо в туризме в охоте доскональная точность не обязательно важно лишь примерно оценивать и прикидывать расстояние на местности что ж друзья тренируйте ваш глазомер практикуйте метод большого пальца надеюсь мои материалы окажутся вам в этом полезными спасибо что смотрели большущей вам удачи напоминаю что вся полезная информация находится в описании под этим видео ну и пока увидимся часы можно чайку попить